Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжая знакомство с различными способами формирования, я сейчас расскажу вам, как обычно формируют томаты в два ствола. Это очень распространенный способ, он подходит почти всем сортам. Даже некоторые высокорослые и гибриды можно формировать в два ствола, но тут, еще раз повторюсь, все зависит от региона и от условий выращивания. Если вы в открытом грунте будете выращивать, тут немножко у вас будет по-другому, надо уменьшать количество кистей. А если вы будете выращивать в теплице или у вас южный регион, когда очень долго тепло, тогда количество кистей на пасынке и на основном стволе можно увеличить. Вот в два ствола, или как еще называют, в два стебля, и то, и то выражение, оно как применяется очень часто, оставляют главный пасынок. Но главный пасынок какой? Некоторые ошибочно главным пасынком считают тот, который вот у нас. Главный пасынок вроде как первый, но это не так. Вот смотрите, вот эти пасынки, они раньше, когда еще того не было верхнего, как объяснить, вот эти пасынки, они уже, казалось бы, могли сформироваться. Но смотрите, они какие маленькие, совсем-совсем крошечные. И только дойдя до цветочной кисти, мы видим пасынок, на удивление, очень большой, он больше других. Это вот лидирующий или главный пасынок, он потом, томат вот так вот превратится в розетку, в эту врагаточку, и это будут два полноценных ствола. Он еще догонит, будет такой же толстый, как основной стебель, ствол. И мы иногда, даже летом, не можем различить, какой из них ствол, а какой из них пасынок. Ствол это тот, на котором у нас крепится цветочный вот этот бутон, и впоследствии плодовая кисть. Так вот, из этого самого главного пасынка, который расположен всегда в одном и том же месте, это под первой цветочной кистью. Надо запомнить это раз и навсегда, и вы никогда его ни с чем не спутаете. Даже если внизу будут очень крупные, толстые, здоровые пасынки, оставлять их не нужно. Нужно оставлять вот этот пасынок, ему природой суждено быть вторым стеблем, лидирующим. Мы его оставляем. Остальные вот эти вот все-все пасынки вы будете удалять. Как только они, ну вот сейчас они совсем крошечные, как только они вырастут, полтора-два сантиметра, можно уже их обрезать или выщипывать, кто как делает. Постепенно вот эти листья тоже удалим. И у нас, когда будет на постоянном месте томат вот этот расти, он будет, у него голый ствол будет до первой плодовой кисти, но это когда уже сформируются томаты, и будет вот этих два ствола. Или два стебля. При таком формировании, обычно на основном стволе оставляют чуть больше плодовых кистей, четыре на основном, а три вот на этом пасынке. Вот на этом. После того, как у вас вырастет вот здесь четыре плодовых кисти сформируются, а здесь три, вы тоже прищипываете верхушку, но не забывайте оставлять два листика после цветочной кисти плодовой, два листика, а потом уже ослепляем. Эти два листика очень важны, если вы будете вот так вот прищипывать под цветочную кисть, то питание ей не будет поступать, потому что листья, они солнце все берут и в эту цветочную кисть спускают. Но это уже не тема не сегодняшнего видео. Главное нам знать, что при формировании в два ствола оставляется главный пасынок, который расположен под первой цветочной кистью. В зависимости от вашего региона, если вы оставляете пять, будете плодовых кистей выращивать, значит на основном три, на этом два. Если будете выращивать семь, значит на основном оставляем четыре, ой, четыре, а здесь три, да. Всегда на основном стволе оставляйте чуть больше плодов, потому что он все-таки, он основной, он больше прокормит томатов. Все, вот это тоже не очень сложный способ или метод. Главное, ориентируйтесь на ваш регион, сколько оставлять вам плодов, сколько цветочных кистей. Основной и главный пасынок, это будет два ствола. До свидания. В следующем видео я расскажу, как формировать в три ствола.